Айм Тилмари. Одна из вариаций произношения фамилии никогда до этого не слышала. Ну давайте, допустим. Добрый день. Тогда уж я хотела подвестись и сказать, что свой 20-й день рождения Анна-Мария Ефремова сменила имя. Как теперь звучит правильно? Во-первых, я никогда имя не менял. Во-вторых, не надо, пожалуйста, ко мне обращаться по деднейму, потому что это выводит меня до белого коленя и заставляет меня представить, как ваши кишки медленно распадаются на прекрасных березках. Это раз. Два. Да, Айм Тилмари или Айм Тилмари, или как вам удобно. Ударение всегда вариативное, мне всегда интересно услышать новую версию произношения. Я очень спокойный человек, но, пожалуйста, не надо меня раздражать. Это очень-очень неприятно. Особенно с такими прекрасными интонациями, как с государственных телеканалов. О, боже мой, дочка Ефремова сделала странную вещь, которая является абсолютно нормальной для закрытого сообщества какого-то определенного круга людей. Мы раздуем из этого сенсацию, которая постоит ровно две недели в топе Твиттера, в лучших случаях, а потом про нее все и забудут. Спасибо, блять, большое. Продолжим. Кстати, я не собиралась говорить тебе, что ты дочка Ефремова. Вы только что это сказали. Нет, я сказала, Анна-Мария Ефремова, так тебя зовут, звали. Да. Сегодня как лучше с тобой говорить? Какое у меня окончание к глаголам? Обращаться в мужской городе, где я о себе везде пишу. Он сделал, он подумал, он совершил поджог. Но ты иногда говоришь, что ты выбираешь, сегодня ты он или она. Фактически я не выбираю, являюсь ли я мужчиной или женщиной. Я не стою на промежутке между двумя гендерами или чем-то таким. Я просто являюсь человеком, который существует вне этих определенных категорий. Однако тем самым человеком, который для экспрессии... Давайте вспомним, что такое гендерная экспрессия. Гендерная экспрессия — это то, как человек презентует себя в обществе. Однако для экспрессии я могу выбирать определенные элементы с того или иного конца гендерного спектра, который существует в человеческом обществе. То есть я могу презентовать себя мускулинно, я могу презентовать себя фенинно, но идеальным вариантом для моей презентации самого себя был бы вид шаровой молнии, которая может поджарить любого человека, который приблизится к ней ближе, чем на 5 метров. Но это, к сожалению, мечта. Это была неудачная шутка. Пожалуйста, посмейтесь. Мне очень страшно. Как тебе живется в Москве с таким цветом волос? К тебе не пристают? Я не знаю, кто там может приставать. Я выхожу из дома максимум один раз в неделю, потому что нас обратно перевели на дистанционную луниверию, потому что я очень большое сциклов касательно того, чтобы выходить на улицу. Я нахожусь в какой-то очень странном состоянии отключенности от себя каждый раз, когда я выхожу на улицу, потому что я предпочитаю не сталкиваться со взглядами прохожих, а предпочитаю уходить глубоко внутрь своих фантазий. В данный момент я нахожусь в центре Москвы, и я думаю, что нет, никто особо не реагирует. Но если я поеду в какие-нибудь Люберцы, или если я поеду в Подмосковье, или если я поеду в какое-то еще более страшное консервативное место, то если я там увижу последних живых гопников, то скорее до них б***юсь я, а не до меня, потому что гопников уже существует мало. Из того, что я видела. Это личный опыт. Ты была очень заметной в Минске, на протестах в Минске? Был. Был. Я так понимаю, что ты там был со своей девушкой? Нет. Женя – это парень. Меня зовут Женя Вилько. Я трансъядерный хлопец. И я человек. Если бы мой отец не был моим отцом, скажем так, то не было бы всей той шумихи, которая была из-за того, что я поехал в Минск на активизм как раз-таки с Женей. Но поехал я бы так или иначе, потому что это, во-первых, гражданская позиция, во-вторых, это очень весело. Но это сарказм. Находиться в ситуации прямой опасности для жизни не особо весело, и у меня просто есть большие проблемы с адреналинной зависимостью, скажем так. Но ты сам себя принижаешь, потому что все-таки это поступок, выйти на протест с радужным флагом, в общем, достаточно консервативной Беларуси. Ну, как сказать, консервативно, учитывая то, что там в данный момент где-то охренительное количество людей, я не буду прибегать к точным цифрам, потому что боюсь соврать, но очень большое количество людей в данный момент выступает на митингах. Это, типа, выступить за свои гражданские права в странах СНГ – это довольно неконсервативный поступок. И как раз-таки поэтому выходить с радужным флагом и радужной колонной было не так страшно, потому что, по большому счету, абсолютно все участники этого митинга и абсолютно все колонны выступали с той целью, что они заявляли о своих базах в человеческих и гражданских правах, борьба за которые так или иначе должна быть. А в Беларуси не было гомофобии? Ты не встречал гомофобию? Ну, во-первых, в силу того, что с Женей мы выглядим как довольно цис-гетеронормативная пара, потому что я в Беларуси презентовала себя относительно довольно феминно, вот, а Женя выглядит, ну, как бы он и есть, довольно мускулинен, то нет, на улицах обычных мы гомофобию не встречали. Однако, когда мы стояли в составе радужной колонны и когда мы, ну, активно кричали какие-то лозунги или просто стояли в стороне, что-то делали, то к нам дважды подошли пояснить за понятие, скажем так, попросить пояснить за понятие. В первый раз это был довольно такой интересный молодой человек довольно околофутбольной наружности, который пытался, довольно вежливо, между прочим, что идет ему в копилочку. Когда мы стояли, когда я там размахивала белым, радужным белым флагом, он подошел к нам и попросил, что, типа, ребята, это не ваш парад, уходите, что вы там делаете. Вот, а второй раз была довольно приятная бабушка, лет, наверное, 50-60, которая, возможно, является школьной учительницей, возможно, является таким-нибудь бухгалтером. Бухгалтеркой. Возможно, является, я не знаю, чей-то чудной мамой. И она как раз-таки подошла отдельно к Жене, когда он стоял и нес радужное большое полотно. И попыталась ему сказать, что, типа, ты позоришь семью, ты позоришь этот протест, ты позоришь эту нацию. Но, типа, в такой ситуации ты просто игнорируешь человека, если он не переходит к каким-то физическим оскорблениям. Потом она попыталась Женю толкнуть, и Женя такой, типа, вычела. Ну, и через какое-то время бабушка пропала, я не особо помню этот день, ну, ее просто не было рядом. У меня большие проблемы с памятью. А ты зачем туда поехал? Зачем я вообще туда поехал? Мне очень сложно логически и рационально объяснять абсолютно все свои поступки, потому что, по большей части, я существую как рыбка в аквариуме. Но если говорить про то, зачем я поехала именно в Беларусь, то это не потому, чтобы поддержать протест как проплаченной России и пропагандист, а потому что мне изначально хотелось увидеться с Женей. То, что там происходили протесты, это как бы произошло абсолютно случайно, произошло по такому же принципу, по какому я попал на свой первый гейпарад в Нью-Йорке. То есть я просто как бы приехал в Нью-Йорк учиться на одной из каких-то летних программ и как бы через пару недель там был гейпарад. Ну, как бы, почему и не поучаствовать. И как бы абсолютно по такому же принципу это было и там. То есть я приезжал не по отношению к каким-то конкретным датам, хотя, ну, конечно, хотелось бы приехать именно к такому числу, потому что про квир-колонну было известно довольно заранее. Но, в принципе, это было не основным мероприятием, за которым я туда ехал. В основном моя цель была как раз-таки увидеться в Жене. Окей. Ты борец за права ЛГБТ или тебе пофиг? Посмотрите на меня. Я похож на не борца за права ЛГБТ. У меня в буквальном смысле радужная башка. Ребят, вы серьезно? Господи, какие смешные вопросы. Ты борец за права ЛГБТ или тебе пофиг? Ну, вообще-то я как бы сам ЛГБТ. Я просто хочу тебя спросить на самом деле, почему близкие тебе люди, например, не заявляют о своей сексуальной ориентации? Ты общаешься с многими селебрити, с русскими, российскими селебрити, с которыми вынуждены скрывать вынуждены скрывать свою сексуальную ориентацию. Почему? С чего вы взяли, что я вообще принадлежу к золотой молодежи? У меня ментальность бомжа-студента. Да я сейчас не про тебя, я про твою кресту, например, Рената Литвинова. Она, конечно, селебрити. А, вы хотите спросить, являетесь ли ли лесбиянка Рената Литвинова? Нет, не хочу спросить. Я не хочу это спросить. Я не знаю, я не особо интересуюсь тем, чем она... Было бы странно у своей крестной спрашивать про то, чем она занимается в своей постели или про ее личную жизнь. Вы не находите. Но считаешь ли ты, что Россия останется гомофобной страной? Она, кстати говоря, гомофобная страна? В России нет? Вот, кстати, интересный вопрос на самом деле. Потому что в какой-то степени да, потому что многие люди довольно активно проявляют свою позицию по отношению к нетерпимости и по отношению к тому, что типа фоу, пидорасы. Но на самом-то деле в глубине души всем друг на друга искренне насрать. И именно поэтому в данный момент политическая ситуация в России абсолютно не меняется, потому что каждому друг на друга п**к. Каждый занят тем, что он пытается выстроить какое-то индивидуальное счастье, а не коллективное. И именно поэтому по большому счету на самом деле случайному прохожему глубоко плевать на то, с кем ты трахаешься или с кем ты спишь. Он, конечно, выскажет свое эфи, потому что в нашей ментальности очень принято высказывать свое эфи по вопросам, о которых люди спрашивали, и по вопросам, о которых люди не спрашивали. Потому что, казалось бы, ну просто живет человек и живет. Просто пустит себе фоточки в Инстаграм, постит. Не нравится, не смотри. Но нет, нужно же прокомментировать. Вот. И дело-то в том, что ничем, кроме этих самых комментариев, которые существуют, типа фу, пидорасы, фу, лесбиянки, фу, жируха, фу, у тебя волосатые подмышки. Да, как бы. И? Вот. Ничем, кроме комментариев, это не продолжается. Россия это такая большая страна диванных комментаторов. Нам, конечно, омерзительно пидорасы, но по большому счету нам на них насрать. Поэтому сказать, что Россия гомофобная страна, на законодательном уровне, да. Но ты тоже сказал, что к тебе в Минске подошла бабушка лет 50. Алло, мне 54. Сама ты бабушка. Ну, я не отрицаю то, что я бабушка в душе. Как бы, я считаю, бабушек и Милф совершенно прекрасными людьми. У меня довольно шутные элипсации. Это Эйджизм. Дорогой мой, это Эйджизм. Это было хейтерство. Я так страдаю сейчас. Между прочим, сердце на разрывается. А что мне делать? Я должна делать свою работу. Я должна говорить с тобой для того, чтобы Мин хотя бы немножечко стал лучше. чтобы люди по-другому относились. По-другому относились к тебе, ко мне, к разным людям. Я для этого с тобой говорю. Я не спрашиваю тебя про отца, про мать, про, не знаю, про твою постель. Вы в данный момент ведете себя как школьная учительница, которая пытается меня считать за то, что я где-то обосхался в сочинении. Это не самое приятное отношение, поскольку я говорил про бабушку не как про возраст. Бабушки могут быть и 30 лет, и 20. Я говорила это как про внешний вид и как про общее состояние. В том-то и дело. У нее был совершенно прекрасный седой пучок волос. У нее было огромное количество мальчей на лице, и она вот таким вот тоном на нас орала, как будто бы она сидела около подъезда. Ты сказал, что ты поехал в Минск к Жене, а Женя Беларусь там живет. Да. Да. Улицу более подробно, где он живет, не скажу, его и так преследуют. Почему? Ну, будут преследовать или начнут преследовать, я не знаю. Почему преследуют? Или будут преследовать? А вы как думаете, потому что он оппозиционер, потому что он ЛГБТ-активист, потому что он в принципе замечательный человек, замечательных людей власть и в России, и в Беларуси не особо любит? Ты думаешь, тебя не любит? Ну, как сказать, я не могу заключить брак с человеком, который мне нравится, потому что у этого человека другие половые органы, я не могу выступить за гражданские права, я не могу заниматься активной творческой деятельностью без того, чтобы меня преследовали и так далее, и тому подобное. государство меня не любит. За каждого отдельного человека я не ручаюсь говорить, потому что я не знаю, что у каждого отдельного человека происходит в голове. Государство никого не любит, оно же не для того. Государство это механизм подавления, как нас учили в школе, по крайней мере, я не знаю сейчас как учат. Государство принимает за нас большую часть решений, большую часть решений по поводу того, как мы будем себя защищать, какая конкретно у нас политическая позиция, за кого мы будем голосовать, потому что любая демократия по большему счету является лишь и людей. единственное фактическое гражданское общество, которое может наступить, это общество прямого взаимодействия, общество прямого соседства. Но это долгие политические скучные разговоры, и я не думаю, что меня воспримут как адекватного человека или воспримут как адекватного гражданина, если я вам скажу свою политическую позицию. Это тема для другого разговора. Да, продолжаем. Скажи свою позицию, почему нет? Анархосоциализм. Анархосоциалисты отрицают, например, институт тюрьмы. Я просто профессионально занимаюсь тюрьмой и, в общем, тоже считаю, что тюрьма не решает никаких проблем, в принципе. Отрицают не тюрьмы, а отрицают институт тюрьмы. Это очень важная формулировка. Не пугайте людей. Так, 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 так. Ну, ты тоже так считаешь, что институт тюрьмы он никак... В том виде, в котором он есть, институт исправительных наказаний в данный момент абсолютно неэффективен и никак не способствует фактическому возвращению человека, как индивидуальной гражданской единицы, не способствует возвращению его обратно в общество и не способствует его возвращению обратно в рамке адекватной социализации, поскольку заключёнными по большому счёту никто толком не занимается. Их помещают в определённое место, они там социализируются в рамках друг друга, и там нет никаких не тюремных психологов, само по себе словосочетание подобное звучит абсолютно юмористически в рамках Российской Федерации. Согласитесь. А почему человек совершил то или иное преступление? Никто никогда не задумывается этим вопросом. Здесь, конечно же, могла бы начаться типа «Раз ты отрицаешь институт тюремы, то ты считаешь, что твой отец не должен сидеть». Это полностью обособленные политические воззрения, которые не касаются меня как личности. Пожалуйста, от**итесь от моей ситуации и ситуации с моим отцом. Я не хочу об этом разговаривать с незнакомыми мне людьми. Вернее, с людьми, с которыми я не был знаком до того, как эта ситуация произошла. Потому что теряется очень большое количество консекций. Я не задавала этого вопроса. Я очень часто предсказываю какие-либо вопросы. Я в какой-то степени разговариваю с воображаемой аудиторией. Это профессиональная информация просмотра слишком большого количества странных ютуберов. Окей. Но я могу спросить тебя вообще, как отец? Потому что это нормально, да? спросить. Я вообще ни на какие вопросы связанные с отцом не отвечаю и не буду отвечать. Потому что любой мой ответ может быть интерпретирован как угодно. Абсолютно любой. Даже вот этот. Поэтому как бы... А для тебя это важно? Ты же ведешь себя как очень... Как кто? Как жесткий независимый человек, которому в общем наплевать на большинство мнений большинства окружающих? С чего вы взяли, что мне наплевать на большинство? Если бы мне действительно было наплевать на большинство, то моя бы деятельность не шла против большинства. Согласитесь. На большинство мне не наплевать. Я не особо симпатизирую идеям, которые развиты у большинства. Если мы говорим в этой ситуации про то, что как же так? Ты ведешь себя так круто и так вы***ешься, но при этом про отца ты слышишь говорить? Нет, просто я не хочу, чтобы из любого моего слова, которое вылетает из этого рта, брали контекст и помещали его так, как удобно этим людям. Последний вопрос. Скажи, пожалуйста, жизнь прекрасна или жизнь говно? Периодически бывает и такое, и такое, но типа зависит от количества препаратов во мне, от количества и качества этих препаратов во мне. В данный момент я говорю про антидепрессанты, а не про наркотики. Зависит от того, с кем я нахожусь, зависит от того, в каких условиях я нахожусь. Типа, жизнь и то, и то. Я, как обычно, разделся при ответе на самый простой вопрос. Ну, да. Ну, на самом деле, скорее прекрасно, чем говно, потому что даже в самой отчаянной ситуации так или иначе можно найти определенные красивые моменты. Романтизируй реальность или умри. Спасибо, Тилмари. Спасибо, Тилмари. И я хочу сказать тебе «держись, парень». Это будет правильно или я опять тебя обижу? Держись, человек. Как бы, держись, братан. как бы, я не сомневаюсь, что вы бы сказали, что типа «держись, девушка». Это звучит не по-человечески. Можно просто сказать «держись». «Зачем гендерированное обращение, когда можно не использовать гендерированное обращение?» Просто «братан» очень красивое русское слово. Держись, братан. Живи, Беларусь. Окей. Как говорится, живи, Беларусь. Верим, можем, переможем. Спасибо. Пока. До свидания. Продолжение следует...